Ну наконец-то! Говорил же, что без меня и дня даже прожить не могут! Так, нужно собираться! Альфред, мне нужен костюм номер 9! Альфред! Так, старик похоже спит! Ладно, будем вызывать Мэтт-мобиль! Мэтт-мобиль, левый бампер! Так, вызвали! Так, нужны гаджеты! Нужно много гаджетов! В первую очередь, кошка! Так, и бетаранги! Много бетарангов! Соскучился по мне, Бэттс! Кто-то идет на вечеринку без меня! Как это возможно? Я тебя убил! О, неужели ты думал, бедный-бедный Бэттс, что я просто так уйду? Вообще-то да! Дурашка, без меня игра обречена на провал! Какая игра? О чем ты вообще? О, малыш Брюси думает, что все в заправду! Как мило! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ничто не вечно под луной, кроме противостояния Бэтмена и Джокера, разумеется. В это сложно поверить, но даже после смерти наш любимый антагонист по-прежнему напоминает о себе. Как? Не расскажем, чтобы не испортить вам впечатление. Заварушка Аркем Найт хоть и пляшет от того, что мистер Черный Плащ лично сжег клоуна, в городе отчего-то спокойнее не стало. В Готэме появляется новый злодей, и он, как бы и банально это не звучало, пытается вселить страх в каждую готэмскую крысу. Мастер Брюс, конечно, не раз уже вертел таких залетных, но тут начинается фестиваль старой песни о главном 3. Помимо страшилы в мешке из-под картошки, против Бэтмена поднимается весь преступный мир, от пингвина, двуликового и вечно обиженного Энигмы до парочки новых персонажей, включая новоиспеченного рыцаря Аркема. Он-то и становится главной занозой в латексной заднице человека-летучей мыши. И тут разработчиков можно только похвалить. Им удалось найти не очередного агрессивного и тупого качка с какой-нибудь суперсилой или умственным прибабахом. Они просто нашли чувака, который знает все о Бэтмене, знает, как тот думает, поступит или что скажет, отчего рыцарь Аркема всегда стоит на шаг впереди от Бэтси. И у Шастова это очень напрягает.